у меня в распоряжении есть только десятка 80 70 и сейчас мы его полностью потребим сделаем безумно полезную самоделку для начала нам нужно будет сделать разметку так как фанера десятка а мне потребуется две основные части чуть потолще соответственно основных частей у нас будет 4 штуки чтобы склеить их основная деталь у нас будет размером 40 это будет длина и 15 это будет ширина повторяю таких деталей нам нужно 4 ну мы сделали разметку нас получилось 1 2 3 4 4 отмеченных куска и один побольше но остаток и так займемся распиловкой мы напилили нашей фанерки не совсем идеально есть огрехи в полмиллиметра ну что в этом мире в этом мире нет ничего идеального да в любом случае это все равно потом пройдем фрезой и так нам нужно склеить сейчас два вот таких щита и склеиваем я сложу их вместе по возможности стену струбцинами и оставим это дело до завтра для вас пройдет буквально секунду для меня целые сутки и хоба прошли сутки наши две детальки склеили сейчас будем разбирать получаем такие две досочки также нам потребуется еще три запчасти одна из них у меня уже почти была готова то есть это остаток от этого щита ширине у нас 13 сантиметров так сейчас нам нужно подготовить две небольшие заготовки также как я говорил нам нужно сделать две маленькие детальки вот они получается они у нас по 9 на 10 2 квадратика сейчас мы их вырежем друзья мы получили вот таких квадратика потом мы это все обработаем на фрезере и сделаем пас в одной в одном щите нам нужно сделать продольный пас а в другом две выемки следующий чем не хотелось бы заняться это нужно аккуратно зашлифовать все грани все выступающие элементы шлифовать я буду дабы избежать большого количества пыли просто обычным бруском который я делал в предыдущем видео в итоге после всей шлифовки мы получаем вот такие детальки я обожаю фанеру обработанную фанеру она такая шикарная на ощупь сейчас нам нужно вклеить вот таким образом данную деталь ну естественно подождать какое-то время и вот таким образом отправляем клеить дальше нам потребуется еще раз кусочек фанеры остатка вот такие два длинных болта на них гайки и шайбы сейчас из этого кусочка мы сделаем несколько еще кусочков можно так сказать сейчас нарежем получаем четыре такие штуки и сейчас нам нужно их соединить по 2 также склею и пнем а пистолетом пристрелим из тех квадратиков мы получаем вот такие шарики я вырезал коронкой по дереву посадил на клей и сбился скобами сейчас мы их очистим и придадим форму такие барашки запрессовал туда гаечку и взял болты чуть длиннее но на самом деле я решил не ждать до завтра клей уже подсох и нужно состыковать наши остальные части сейчас я также промажу клеем и для верности пристрелю пистолетом благо промазывать клеем нужно всего две грани и так же поступим сейчас со второй и оставим просто сохнуть и вернемся уже завтра ну что наша основная конструкция склеилась и вот получается такая красота 90 градусов и как многие могли догадаться это очень полезная вещица для столярных работ а именно это своеобразные мобильные столярные тиски для того чтобы их использовать нам нужно будет две струбцины таким образом есть вот здесь у нас порожек он ставится упирается в стол прижимается далее идет ответная часть как и говорил наши барашки таким образом и таким образом все мы получаем рабочую часть к примеру данные тиски мне понадобятся для дальнейшей работы с нашей электрогитарой мы зажимаем и можем обрабатывать нашу поверхность данную вещь можно прилепить к любому столу сейчас мы попробуем с помощью данной самоделки я смогу обработать торцы а также абсолютно любое дерево ну в пределах разумного естественно ширины толщины нашей заготовки который можно зажать посмотри вот здесь два старых видео я уверен что тебе понравилось поставь лайкосик данная вещь пригодится мне для обработки любой сложности древесины оставайся со мной подписывайся на канал ставь лайк комментируй